Привет! Я заранее хочу извиниться за то, что я полнейший долбоеб не посмотрел, как снимает вот камера, что там видно в кадре. Я просто, блядь, как всегда, я просто долбоеб, ребят. Но тем не менее, я надеюсь, что вы досмотрите это видео до конца, несмотря на то, что там не будет видно моего ебала. И это будет, скорее всего, выглядеть как в каком-то фильме признание там ебаного алкоголика с 40-летним стажем наркомана, который рассказывает, как он проебал свою жизнь, свою семью, своих родственников, и из-за чувства стыда боится показывать свой ебало. Ребят, я это сделал не специально, я просто прекрасно понимаю, что это видео будет, скорее всего, больше в звуковом формате, ведь мало кому будет приятно смотреть на мою грудь. Но тем не менее, я надеюсь, что вы досмотрите это видео до конца, и я надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к тому, что мне не было смысла снимать его заново. Ведь в таком случае я мог бы упустить какие-то детали. И тем не менее, вот такое видео, пусть даже без моего ебала, оно будет очень информативно и полезно для многих из вас. Я еще раз хочу попросить у вас прощения, ребят, больше такое никогда не повторится, это мой проеб, но тем не менее, я очень прошу вас досмотреть это видео до конца. И дальше мы уже будем разъебывать пятистал, бля. Здорово, дорогие друзья, многие из вас, особо наблюдательные, особо внимательные, заметили, что с недавних пор на протяжении где-то двух недель я начал снимать видео с нового места, с нового места. И я думаю, многим интересно из вас, что это за место, что это, собственно говоря, за дом или квартира. И сегодня я хочу раскрыть вот занавес, занавес вот таких глобальных масштабных изменений в моей жизни. Я думаю, многим подписчикам будет это интересно, как я, собственно говоря, вот оказался здесь и каким способом, и что это вообще я снимаю, либо же это мое жилье, либо же я просто сделал ремонт, и это, бля, хромакей ебаный. Так вот, ребят, если вы смотрели мое видео о том, как я проебал деньги в казино, и еще был один вопрос, как я проебал деньги на криптовалюте, то сейчас я хочу вам рассказать полностью противоположную историю, которая случилась со мной буквально месяц назад, где-то, да, месяц назад, вот. Итак, ребята, если вы смотрели те видео, то я там рассказывал, как еще в далеком 2017 году я успешно проебал все свои деньги, на тот момент это была сумма около 2000 долларов, и после этого с криптовалютой я, собственно говоря, завязал, завязал полностью, у меня была обида, естественно, как и у многих зашедших там на хаях, на хаях, и успешно проебавших все свое состояние. У меня, к сожалению, обошлось, ой, к счастью, обошлось более мягко, я проебал всего лишь 2000 долларов, ну, то есть все, что было у меня на тот момент, и с того момента вот эта страсть к, ну, чувство азарта к криптовалютам у меня не пропало, не пропало, ведь это, ну, как вам сказать, на тот момент у меня были не только проебы, но и поднятие, и поднятие временное, но из-за чувства, из-за чувства азарта я, к сожалению, не выявил ни хуя, и кто вот занимается этим, прекрасно меня понимает, что это чувство еще, наверное, больше зависимое, чем там от казино, от алкоголя, от наркотиков. Итак, ребят, с того момента вот я завязал с криптовалютой, ну, в начале вот 2020 года, где-то летом, я снова начал, у меня там были некоторые свои сбережения, ну, как вы знаете, я нигде не работаю, но на тот момент у меня были вот такие мелкие сбережения, эта сумма была где-то 400 долларов, 400 долларов, да, это совершенно маленькая сумма, и на тот момент я вложил ее в одну, в одну криптовалюту, ну, то есть, в альткоин, в альткоин, не биткоин, ну, то есть, биткоин это самая там известная первая валюта, но помимо нее существует еще там сотни, а то и тысяч альткоинов, и вот умные люди прекрасно понимают, что в биткоине на данный момент, вот, ну, за исключением тех, кто закупился им там в прошлом году, в марте, когда он был по 3000, собственно говоря, заработать, особо много, и там увеличить состояние в десятки раз, ну, в данный момент сейчас невозможно, то есть, если случится еще вот такой успешный момент, как в прошлом году, то да, но основной заработок сейчас делается на альткоинах, то есть, это монеты с небольшой капитализацией, там, занимающие, там, чуть ли не последние места в топе под капитализацией, но, тем не менее, ребята, именно такие монеты склонны, там, к большему увеличению капитализации, ну, то есть, для них не составит труда, вот, если капитализация монеты, там, 1 миллион долларов, ей не составит труда никакого, там, увеличить эту, ну, эту сумму, там, в 10, а то и в 20, и даже в 100 раз, ну, как найти вот свою монету, ребят, я хочу рассказать вам лишь свой опыт, это ни в коем случае не призыв к действию, то есть, это видео не, не там, я снимаю не с целью заманить вас, вот, чтобы вы там все проебали, абсолютно нет, ребят, я ни в коем случае не буду вам называть, вот, те монеты, на которых я, собственно говоря, поднялся, да-да, ребята, я действительно поднялся, то есть, сейчас я живу в собственной квартире, это моя квартира, я купил ее на деньги, чисто за работу, ну, как сказать, за работу, ну, да, скорее всего, более применимо к этому, ну, к криптовалютной индустрии, заработано, ну, как-никак, да, это заработано, и сейчас я живу вот в своей собственной квартире, квартире, я заработал на нее, на криптовалютах, да-да, многие скажут, что это мечта, вот, многие люди стремятся обзавести своим жильем, и идут к этому чуть ли не всю жизнь, а я вот стал обладателем своей квартиры чуть больше, чем 20 лет, то есть, я ни дня не работал в своей жизни и уже имею то, чего не имеют миллионы людей, а даже миллиарды людей, там, даже в 40-50 лет, которые живут на съемном, живут в коммуналках, и многие скажут, как вот я этого добился, ребята, дело в том, что вот летом, летом 2020 года я начал снова увлекаться криптовалютой, ведь как-никак, а, ну, очень тяжело избежать вот этих всех новостных, там, новостной фонд, там, даже по всем и по федеральным каналам везде уже говорят, там, про криптовалюты, про биткоин, очень сложно, вот, уклониться от этой информации, и это сыграло мне на пользу, ребят, уже обладая неким опытом, ну, пусть и печальным опытом, я, в общем-то, знал все основные, вот, азы, там, в криптовалютной индустрии, в трейдинге, в инвестировании, но это может как играть за вас, и как обернуться, наоборот, играть против вас. Все дело в том, что летом, вот, в 2020 году я наблюдал за некоторыми, некоторыми альткоинами, вот, как они там сделали много иксов, у меня, соответственно, было чувство азарта, чувство упущенной выгоды, вот, Фома, кто знает, и один раз наблюдая за одной монетой, очень, кстати, вот, такой неизвестный, но, тем не менее, надежный, а искать надежные монеты, вот, ну, более-менее надежные, ну, то есть, никто не застрахован, что, там, определенный момент монета соскамится, но, тем не менее, более-менее надежные монеты вы можете искать, вот, на, на платформе Binance Launchpad, ну, то есть, там, это самая крупная биржа, и она, ну, как-никак, фильтрирует, фильтрует, вот, все, все, там, неблагонадежные проекты, и нарваться, там, на откровенный скам, риск очень маленький, но, тем не менее, вы не застрахованы, вот, от общего падения крипторынка, вследствие чего, ваша монета, в том числе, обесценится, упадет, там, в 2, в 10, а то даже в 100 раз, то есть, рынок криптовалют нестабильный, и ни в коем случае я не призываю вас инвестировать, но, если вам интересно, вот, моя история, как я стал обладателем вот этой квартиры, ну, пусть и однокомнатной, но зато в новостройке, с каким-никаким ремонтом, конечно, сейчас в комментариях наберутся, там, много людей, которые скажут, да, бля, это какой-то бескусица, ну, ну, ребята, я, я человек, как бы, непривередливый, для меня это охуительный ремонт, ну, вот, обои там есть, даже натяжной потолок, ну, то есть, для меня это нормально, я выхожу из своей квартиры, вижу, вот, новый район, там, все эти, ну, европейского образца, там, детские площадки, детские хуятки, то есть, когда я выхожу из квартиры, мой глаз радуется, соответственно, я, в общем-то, как-никак доволен жизнью, особенно я человек, который даже никогда представить не мог, что смогу, вот, ну, когда-то заработать на свое жилье, и я думал, что всю жизнь буду жить, там, на шею родителей, но сейчас все изменилось, все изменилось, ребят, но как же, вот, я встал, и продолжая историю, я вам скажу, что, вот, а, да, вспомнил, короче, наблюдая вот за одной монетой, у меня сыграло чувство упущенной выгоды, и, соответственно, я уже начал искать, ну, какую-то подобную монету, у которой есть шанс повторить вот этот успех, этот успех, этой монеты, за которой я так усердно наблюдал, которую я верил, но чувство страха не дало мне, вот, инвестировать, вложить в нее, и я успешно нашел эту монету, и такое чувство у меня было, вот, несколько раз, то есть, все эти монеты, в большинстве случаев, были из Binance Launchpad, то есть, с этой платформы, и я, я прекрасно знал, вот, если я вижу монету, там, с капитализацией, несколько миллионов, она, естественно, сделает, там, свои 10 XO, 10 XO, и, по мере, вот, роста ее, соответственно, у меня был страх, у меня был страх, я вложил в одну монету, ну, то есть, закупился ей на низах, и чувство страха не дало мне, вот, выйти на хаях, но, тем не менее, вот, на одной, на самой первой монете, я сделал около, там, 20 XO, моя сумма увеличилась в деньгах, где-то до 8 тысяч долларов, и потом, вот, чувство страха стало мне выйти, с нее выйти, но, я, после этого успешно проебал эту сумму, где-то на, на 30 процентов, в итоге, моя сумма уменьшилась до 6 тысяч долларов, где-то, ну, то есть, опять же, вы должны знать, что никогда, вот, не будет постоянного роста, никогда не будет, то есть, график, вот, криптовалют, это рост, и, и после чего, обязательно будет падение, да, не, не исключено, что потом снова будет рост, вот, как в случае с биткоином, он обновил свои хаи, но, тем не менее, ребята, вы должны понимать, что, закупившись, вот, сейчас, например, биткоин, там, по 60 тысяч, более чем высока вероятность, что он упадет, упадет, например, до 20, не исключено, что потом он поднимется, но, тем не менее, ребят, в краткосрочной, в среднесрочной перспективе, в постоянного роста быть не может, не может, ребят, и так, так было и со мной, я закупил все эти монеты, потом я проебал на ней, у меня, моя сумма, вот, с 400 долларов увеличилась, где-то до 5 тысяч, до 5 тысяч долларов, и, и потом, начиная с сентября, с сентября, когда начался рост, рост всего рынка криптовалют, я зашел в еще одну криптовалюту, опять же, это был альткоин, это был альткоин из Binance, Binance Launchpad, и, соответственно, ну, он был надежным, он обладал вот большим потенциалом, и я, я принял волевое решение закупиться, вот, но, опять же, ребят, вот, чувство страха всегда будет мешать вас, а иногда и защищать, ну, то есть, оно будет и защищать вас, и мешать, мешать, вот, сбивать вас с толку, и со мной было так несколько раз, то есть, я закупил все одной монеты, я закупил ее по 4 цента, вот, скажем, и я, ну, я человек сам по себе, который не умеет ждать, не любит ждать, я, пиздец, как не, не люблю ждать, вот, это чувство ожидания, для меня это, ну, это просто вызывает у меня бешенство, я не люблю ждать, я самый, вот, недолгождаемый, ну, бля, я забыл, как это слово называется, ну, то есть, я человек, у которого сила воли, там, психика вообще не создана для ожидания чего-то, я хочу вот все сейчас, и в этот именно момент, это много раз мне мешало не только в криптовалюте, а вообще в чем-либо, так, ребят, я закупил одну монету по 4 цента, я, я знал вот, что она, ну, я, я верил, я, не знаю, вот чувство было, уверенное чувство того, что она, ну, это была криптовалюта с огромным, с огромным потенциалом, то есть, это нужно самому анализировать, вот, смотреть, там, кто ее создал, там, кто эти люди в ее составе, там, команда и прочее, то есть, не нужно надеяться, там, на мнение аналитиков, да, и к ним нужно прислушиваться, ну, не на 100%, вот, ну, нужно включаться в мою голову, и я прекрасно, было вот интуитивное чувство, что эта вот монета, которой я закупился, она сделает, там, ну, как минимум 10 иксов, и я уже тогда, вот, ну, когда у меня была сумма, там, например, 400 долларов, вообще, в самом начале, я прекрасно, вот, у меня была цель, там, насобирать на квартиру, я вот считал, сколько мне нужно сделать иксов, чтобы насобирать на квартиру, и вот, вкладывая в эту монету, когда у меня было, там, где-то 5 тысяч долларов, я вот считал, мне нужно сделать, там, например, 4-5 иксов, чтобы мне хватило на квартиру, ну, естественно, эта квартира не в столице, это не в столице, но, тем не менее, в таком нормальном городе, где развивается сфера недвижимости, где вы купите не разъебанную сталинку, ну, точнее, где я мог купить не разъебанную сталинку, а именно вот квартиру в новом доме, новостройка там. И я даже не рассматриваю варианты старой квартиры, разъебанной с клопами. Я жил в таких хостелах, и для меня это было неприемливо. Так вот, ребята, я считал, сколько мне осталось сделать тиксов, чтобы мне хватило на квартиру. И вот эту монету, что я взял по 4 цента, я оказался полнейшим долбоебом. Я продал ее, я продал ее, буквально, вот, кто помнит, я уже не помню, а, ну, это было декабрь где-то, декабрь. На тот момент рынок вот альткоинов был не очень, да, биткоин рос, но альткоины не очень росли. И вот я не то что разочаровался, но из-за страха, из-за страха, что вот биткоин начал падать, а к тому моменту он вырос вот с 10 тысяч, там, с сентября до, где-то до 20. И у меня был страх, что вот сейчас будет откат, там, снова до 3 тысяч. Я думаю, это многие чувствовали. И я, естественно, ну, я, соответственно, слил эту монету, слил я ее фактически в убыток. Ну, я вышел без убыток, ребят. И какого было мое удивление после того, как вот буквально по истечении 2-3 недель эта монета там на хороших охуенных новостях взлетела, бля, это просто пиздец, вы не поверите, в 10 раз, буквально там за пару недель. Это просто пиздец, ребят. Вы можете вот осознать, ну, вы можете представить, как после этого у меня бомбило. Это просто пиздец, ведь я уже, ну, я рассчитывал вот на квартиру, что я куплю ее. Ну, чувство страха, чувство страха привело меня просто в пиздец. Вот я слил ее по 40 центов, а она выросла там что-то до 40 с чем-то центов. То есть это просто пиздец, я, если бы не слил ее, я бы мог купить квартиру. И это просто пиздец, ребят. На тот момент это очень ударило по мне, ребят. Очень ударило по общему боевому настрою. Я очень разочаровался вот в криптовалютах себе. Но, тем не менее, вот эта ситуация продемонстрировала тому мне то, что, тем не менее, вот, ну, еще как минимум есть много монет, которые способны повторить вот путь этой монеты и сделать там десяток иксов. И это давало мне силы не сдаваться там, не выйти в фиат, не проебать эти деньги, не вывести на карту там, и проебать ее там на Дошик или на Балтику-семерочку. И так вот, к счастью, случилось то, что я нашел еще одну очень перспективную монету. Опять же, я читал там много обзоров. Ну, тем не менее, я включал свою голову. Я прекрасно понимал вот, что есть вот шанс, есть шанс, ребят, сделать, ну, прийти к поставленной цели и купить свою квартиру. И я это сделал, ребят. Закупившись одной монетой, она сделала десять иксов. В итоге моя сумма, моя сумма выросла там до двадцати тысяч долларов. И это у меня вполне хватило на квартиру, на квартиру в новостройке, однокомнатную квартиру. Сейчас я вот живу в ней. И многие скажут, вот, стал ли я счастливым? Ну, теперь трудно сказать, ребят. С одной стороны, да, но тем не менее, вы понимаете, что человек — это создание, которое всегда, которому всегда мало. И я вам скажу по секрету, что после того, как я, ну, под действием окружающих людей, окружающих людей, скажем, моих родителей, которые, в общем-то, ну, можно сказать, заставили меня выйти вот в фиат и купить квартиру. И вот после того, буквально через пару дней, эта монета еще выросла там буквально в два раза. И вы представляете, вот, мою обиду, несмотря на то, что я уже стал обладателем своей квартиры, у меня была обида, обида, в первую очередь, на себя, что я прислушался вот к чему-то мнению и так рано продал эту монету. Но тем не менее, я не перекладываю вину чью-то, ну, свою вину на кого-то, и это только моя ошибка, ребят. Поэтому никогда не слушайте никого, никого там, несмотря на то, что кто это там, ваши родители, ваша там, не знаю, мамка, батя, сестра, брат, бабушка, дедушка, собака, никогда не прислушайтесь, никогда не прислушивайтесь там к мнению других. Если вы уверены вот в своем, в своем там ожидании чего-то, и вы прекрасно вот знаете, чувствуете, ну, интуитивно чувствуете, ведь у меня тоже так было, я чувствовал, что, ну, когда-то я заработаю на квартиру. И вот поэтому никогда не прислушайтесь к мнению других, вопреки своему голосу, вопреки своему голосу. Ребят, это может быть очень плохо для вас, и сейчас вот купив квартиру, я прекрасно понимаю, что у меня было вот чувство упущенной выгоды вот сейчас у меня есть, потому что если бы я не слил эту монету, у меня бы сейчас, скажем, было не 20 с чем-то тысяч долларов, а в два раза больше, то есть 50 тысяч около этой суммы, и я бы уже мог купить там не одну квартиру, а две, ребята, и это просто пиздец. Это просто пиздец, ребят. То есть человеку всегда свойственно быть жадным, быть жадным, и хотеть чего-то больше, то есть вопреки тому, что он имеет, несмотря на то, что имеет собственное жилье, было самой долгожданной моей мечтой, я не был уверен, что вообще за всю жизнь на мне заработаю, и вот оказавшись в этой ситуации, когда она у меня есть, у меня все равно это не удовлетворило, и чувство вот жадности, опять же чувство упущенной выгоды сыграло мне вот на мое психическое состояние, и теперь, вот имея даже свою квартиру, я особо не чувствую себя счастливым, ведь фактически я, ну я фактически проебал на нее все деньги, и сейчас, сидя вот в новой квартире, в рваных штанах, вот смотрите, ребята, в рваных штанах, это не Аленка, это... У меня там шорты, ребят, ни в коем случае не кидайте страйк, это просто я специально наделал, чтобы продемонстрировать вам, вот в какой ситуации я сейчас нахожусь, то есть да, я имею свою квартиру, это, с моей стороны, охуенно, но с другой, я мог заработать в два раза больше, и сейчас я сижу вот в рваных штанах, в рваных штанах, я бы скажу, даже без трусов, ведь они сейчас в стирке, я их закинул в стирку, там, на свою новую стиральную машинку, да-да, у меня на нее тоже хватило, к счастью, и, к сожалению, у меня осталось всего лишь три пары трусов, то есть сейчас у меня фактически нет денег, я, ну, ну, я проебал их вот на квартиру, там, на другое дополнение, там, к ней стирал, стиралка, там, хуялка и прочее, и вот это чувство, там, например, ну, вообще, как вы знаете, приятно держать деньги в руках, и вот жажда денег еще больше, чем, наверное, чем жажда чего-либо, какой-то физической вещи, сейчас я прекрасно осознаю, что, ебать, если бы я там не продал, не купил эту квартиру, у меня бы было в два раза больше, и, опять же, я советую вам, ребят, никогда не слушать людей, даже самых близких, это ни к чему хорошему не приведет, если вы чувствуете, что вот ваш интуитивный голос, там, ваш внутренний голос дает вам указания, ну, если, конечно, это не шизофрения, нужно отличать, ребят, потому что если вы отчетливо слышите голоса, там, пойди, там, ну, купи эту монету, это нужно не монету покупать, а идти к психиатру, и уже остановиться на учет, это шиза, ребят. Так вот, ребят, если вы хотите увидеть обзор моей новой квартиры, да-да, ребят, это моя квартира, это несъемная, это уже все мое, нахуй, каждая молекула этой квартиры моя, каждый атом, каждый углерод, он принадлежит мне, и даже этот надувной, эта надуванная кровать тоже принадлежит мне, хотя многие скажут, бля, надувные, это хуйня там для бомжей, ну, мне нравится, ребят, она охуенная, вот, смотрите, я сейчас даже ляжу на нее, и она очень двердая, она охуенная, ребят, и мне нравится, мне устраивает эта жизнь, я, я, наверное, счастлив, ребят, так вот, ребят, если вы хотите увидеть обзор моей новой квартиры, вот, чтобы я рассказал, там, ее в подробностях, о каждом сантиметре, о каждом уголке, то обязательно напишите в комментариях, я сниму видео полного обзора, обзора моей новой квартиры, и, ну, тогда вы увидите, вот, как я живу, как я поднялся, вот, с самых низов, с самых низов, нигде не работая, заработал на свою собственную квартиру, не насосал, ни в коем случае не насосал, я натурал, я не пидор, и никому не советую зарабатывать вот таким способом, не очень приятным, ну, хотя для кого-то может быть и приятным, если вы пидор, но натуралом это не будет приятно, нужно зарабатывать честным трудом, либо же, вот, работать умом, поэтому, ребят, если вы хотите увидеть обзор моей новой квартиры, обязательно напишите в комментариях, поставьте палец вверх, а, надеюсь, было вам, блядь, язык заплетается, нахуй, надеюсь, вам было интересно смотреть это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, и до встречи в новом...